Девушки отдыхают И в первую очередь доступной ценой Были куплены станции китайского производства Это ЧДМО формата 10 станций мощностью 20-40-50 кВт Были несколько модификаций После начала эксплуатации Соткнулись с большими проблемами Выходили из строя силовые блоки питания И контролеры управления Софт был несовместим с большинством Части машин При изучении конструкции станции инженерной компании Выяснились очень интересные вещи Отлично характеризующие китайский подход К созданию любой техники А бы подешевле Больше всего удивил модуль управления В нем в качестве контроллера Используется плата Предназначенная для домашнего творчества Школьников и студентов Его сегодняшние аналоги на Алиэкспресс Стоят меньше 50 баксов А программное обеспечение Похоже, именно студенты и писали Вот с него в компании Автоэнтерпрайз и начали Софт был полностью переписан с нуля После того, как поменяли ПО Пришлось заняться улучшением Схемотехники управляющего модуля Ведь аппаратные проблемы никуда не делись В него даже GSM-модем внедрили, чтобы подключить станцию к биллингу И дистанционному управлению Но это, увы, не давало должного уровня надежности Проблемы никуда не ушли Модуль управления оказался только вершиной айсберга Проблемы обнаружились в силовых модулях По мере эксплуатации зарядных станций Происходил непредсказуемый выход из строя силовых модулей Они буквально сгорали Сгорали различные элементы абсолютно спонтанно Их заменяли, модули возвращали в работу Однако спустя какое-то время они снова сгорали Какие были поломки, они были разные Мы на все это делали ревизию Куча деталей, вот видите, это все меняется Вот они горят Еще была заложена конструктивная проблема Конструктивная проблема в том, что китайцы Запихнули готовое решение Вот это готовое решение Алюминиевый корпус Запихнули в этот корпус Что произошло? Произошло то, что Они закрыли его металлическими крышками И у него добавили сзади металлическую перегородку Что происходит? Мы убираем эту перегородку Убираем эти крышки, вырезаем Чтобы не касались Вот представьте себе обогреватель Который дуйчик Вы направите на эти металлические части И через него будете дуть У вас сразу же они нагреются Нагревается металл Естественно, он сразу же загревает Вот этот металл Алюминиевый корпус Вот эту часть Вот эта часть Тут самые горячие элементы Загревается этот корпус Алюминий на себя начинает отбирать Вентилятор не справляется Включается максимальный режим вентиляции А потом самый большой сюрприз Который разгадали мы месяц назад Сложным мозговым штурмом С инженерами Самый большой сюрприз Что у этого вентилятора Заложен еще какой-то там Аварийный режим Аварийный режим потребляет Просто невероятное количество энергии А лень же страшная сила То есть что китайцы сделали Они имея блок питания Который должен был питать вентиляторы Он питает просто мордочку Которая их соединяет По сетевой соединению Что произошло Включается максимальный режим работы Соответственно Корректор мощности Который контролирует Мощность подачи тока У компьютера корректора мощности Не хватает питания Потому что его забирает вентилятор Они его нагло запитали Не поняв что при максимальной температуре Не протестировав Что при максимальной температуре Включится аварийный режим В тестах мы не могли его найти Так как тестировали все время Более-менее в каких-то там Не супер критических условиях И питание пропадает Ну а представьте себе Это все равно что Ну вы не управляете больше Силовой части управления нет И естественно происходит Вот там результат Взрываются компоненты Элементы и так далее Для того чтобы избавиться От такой напасти Инженеры автоэнтерпрайз Вынуждены были полностью переделать Корпус силового модуля Корпус избавили от задней крышки Которая здорово тормозила воздушный поток В верхней крышке появились прорези Для лучшего теплоотвода У самого силового модуля Также удалили заднюю стенку В таком виде зарядная станция Более-менее работоспособна Однако Мы еще изменили структуру работы Мы поменяли контроллер Мы поменяли все мозги Поменяли все прошивки Весь софт тут был ужасен Все время генерировал ошибки Но Мы еще добавили здесь Такой момент Чтобы видеть Диагностировать какие модули И сделали такой момент еще Что если один модуль Выходит из строя То зарядная станция продолжает заряжать У китайцев уже Если один из цепи выпал Все Она не работает Но даже после всех переделок Недостатков у изделия СТЭК хватает Конструкция силовых модулей Крайне неудачна Их КПД низок А потери слишком высоки До 20% И это при том Что у конкурентов Далеко не самых лучших Потери не превышают 10% Это значит Что при зарядке от такой станции Владельцу электромобиля Каждый полученный киловатт Обходится дороже Чем на более совершенных зарядках У них есть еще одна проблема Они некорректно выдают мощность Почему? Невозможно уже дальше разобраться То есть зарядки еще медленнее становятся Хотя можно поставить этих 7 модулей И иметь там 125 ампер Но это все равно проблема Потому что Они некорректно будут выдавать И у нас машина будет резервировать То есть мы будем использовать 80 ампер в среднем Этим, увы, проблемы не ограничиваются В какой-то момент пользователи зарядных станций СТЭК Начали жаловаться на невозможность зарядить машину Даже при полностью рабочей системе Жаловались, впрочем, только владельцы Тесл Оказалось, что СТЭК абсолютно не предусмотрела защиту от помех в силовой части У той же Тесла обмен данными между машиной и зарядкой идет именно по силовой проводке И при наличии высокочастотной помехи машина попросту не видит отклика станции Следовательно, зарядка прерывается Автоэнтерпрайз и с этим разобрался Внедрили ВЧ-фильтры в ту самую силовую часть Ну сколько же можно бороться? Мы поддерживаем гарантию, сохраняя репутацию Хотя СТЭК не оплачивает эту гарантию И другим всем людям он тоже что-то пытается ремонтировать Но оно опять ломается То есть ты только тратишь на пересылку Потому что его нельзя до конца отремонтировать То есть это уже заведомо плохорожденный продукт Много слишком дефектов, слишком много И поэтому вариант, да, и кто купил, потратил деньги Он хочет как-то бороться с этим Ну да, можно его полностью перестроить, реконструировать Но это довольно-таки дорого И на сегодняшний момент проще уже купить, по-моему, нового поколения станции Ну ни в коем случае не покупать СТЭК Потому что там прям печаль во всем Вот ты чего не коснись, оно печаль Контроллер печальный, коннектор печальный Провод иногда перекручивается внутри Перебиваются коммуникационные провода Они перемыкают Коннектор отпадает, этот фиксатор Потом замерзает внутри Ну и влага туда набивается Вымывает смазку Короче, с какой стороны не посмотри Везде жопа Монитор этот перестает работать Все время выгревается Потери огромные Я не знаю просто с какой стороны Но вот мы сейчас просто их поддерживаем В процессе замены мы их поддерживаем То есть на сегодня мы их демонтируем Меняем, даем какие-то условия Чтобы заменить на наши станции Ну потому что их обслуживать нерентабельно Компания «Автоэнтерпрайз» Потратив на ремонты зарядок СТЭК Свыше миллиона долларов Настоятельно не рекомендует владельцам этой техники Тратить свое время и деньги На попытки реанимировать все китайское чудо Намного выгоднее приобрести в «Автоэнтерпрайз» Современную зарядную станцию, разработанную ее инженерами На основе огромного опыта эксплуатации и обслуживания Зарядной техники различного происхождения И полностью отвечающей Сегодняшним потребностям владельцев электромобилей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова